Какие вопросы решает психология в бизнесе? Когда я отвечаю на этот вопрос, я всегда выделяю два уровня работы психолога. Первый уровень работы – это работа с индивидуальным сознанием. Второй уровень работы – это работа с групповым сознанием или с групповым мышлением. Что происходит на каждом из этих уровней? Значит, первый уровень – работа с индивидуальным сознанием. Что здесь центральное? Первое – это работа с мышлением собственника. Любой бизнес – есть зеркало мышления или сознания своего собственника, создателя. Или дальше, если компания растет, понятно, что это уже множество собственников, топ-менеджмент и так далее, тогда это некий такой микс. Но в любом случае бизнес – это пространство, где проявляется то, что есть внутри собственника. Его конфликты, его паттерны, его истории, его нарративы, сценарии и прочее. Собственно говоря, как все, что мы делаем в жизни, когда человек создает семью, это то пространство, где проявляется его внутреннее через отношения с внешним. Точно так же бизнес. Это пространство, где проявляется внутреннее собственника через внешние отношения. И когда вы работаете как психолог с мышлением собственника, естественно, это сразу, прямо, понятно, отображается на его бизнесе. Вторая важная вещь, если мы говорим про работу с индивидуальным сознанием – это работа, это такая комплексная такая история про то, чтобы каждый сотрудник в компании находился, его психическое состояние находилось между состоянием скуки и состоянием тревоги. Вот в этом спектре, с одной стороны – скука, с другой стороны – тревога. Почему это так важно? Смотрите, если человек получает, выполняет функции, получает задачи меньше, чем он, ему становится скучно. Если он получает задания, выполняет функции сильно больше, чем он, у него поднимается слишком сильная тревога. И в случае скуки, и в случае тревоги мы теряем человека. Мы теряем его, я имею в виду, его креативность, его творчество, его активность, его вовлеченность. А это основная валюта современного бизнеса, творческий потенциал команды – самая дорогая валюта, самый дорогой актив. Так вот, креативность, творчество, вовлеченность и прочее возможны между скукой и тревогой. Вот здесь, вот за пределами этих полюсов – нет, там такая психическая мертвенность наступает. И все, что сейчас говорят про выгорание, про отсутствие мотивации, про прочее, про прочее, это вот как раз вопрос вот этой между скукой и тревогой. Умение таким образом организовать работу, коммуникацию и так далее, чтобы человек находился психически между скукой и тревогой. Это задача комплекса, бывает непростая, бывает простая по-разному, но, в общем-то, в этом мастерство бизнес-психолога, одна из грани мастерства. Второй уровень работы, мы говорили, что есть работа с индивидуальным сознанием, есть работа с групповым сознанием. Значит, индивидуальная эта работа с мышлением собственника топов, это работа между скукой, то есть для того, чтобы каждый сотрудник психически находился между ощущением скуки и ощущением тревоги. Что происходит на втором уровне, на уровне работы с групповым сознанием или с групповой психикой? Во-первых, это более сложный уровень, он требует отдельной компетенции. Если на первом уровне, в принципе, плюс-минус достаточно компетенций, так сказать, обычного психолога, то здесь нужны отдельные компетенции. И это то, чем обладают сильно меньше специалистов, потому что таких образовательных программ, которые дают этот навык работать с групповым сознанием, в Украине мы единственные, кто делает эту программу, в принципе, на таком постсоветском, как говорят, пространстве. Есть на Западе эти программы, но достаточно мало специалистов проходили их. У нас в Европейской школе психологии есть программа «Master of Business Psychology», которая как раз об этом. Так вот, что там происходит? Во-первых, давайте проясним, что такое групповое сознание. Когда собирается несколько людей, трое и больше, они находятся вместе какое-то время, разные авторы говорят разные цифры, от 72 часов примерно, и эти люди объединены какой-то общей целью, вот при таких условиях, при соблюдении таких условий формируется некая новая психическая структура, которая не является суммой психи-участников этой группы, а которая является отдельной структурой. Это называется групповое сознание. И вот групповое сознание всегда сильнее, мощнее, эта структура всегда более влиятельная, чем сознание каждого участника, даже если это собственник, даже если это руководитель. Что это значит для психолога и для собственника? Что вы можете пригласить психолога, или вы можете как психолог работать индивидуально с каждым участником коллектива и дать очень хорошие результаты. Но когда он возвращается в группу, а любая команда в бизнесе – это группа, он регрессирует, потому что групповое сознание сильнее. Групповая матрица, есть такой термин, ее вел психоаналитик Зигмунд Фокс, это психоаналитик, который такой пионер в работе с групповым сознанием, он вел термин «групповая матрица» для того, чтобы это обозначить. И вот эта матрица, она возвращает человека на свое место. Он там пошел, поработал, все вроде хорошо, вернулся в группу в раз и регрессировал на прежнее место. Поэтому для того, чтобы давать действительно устойчивые такие результаты, бизнес-психолог, бизнес-психоаналитик должен уметь работать и с групповым сознанием, тоже развивать это сознание. Другими словами, на Западе мы можем еще встречать такие термины, как корпоративный мозг или корпоративное мышление. Это вот одно и то же. Это про то, как компания, по сути, обрабатывает информацию и входящую, и внутреннюю, потому что психика – это орган, который обрабатывает информацию. И от этого зависят, какие выборы делает компания, как она принимает решения, какие действия делает. То есть, первое, как она воспринимает реальность, а дальше, как она принимает решения, какие выборы делает и какие результаты получает, в том числе финансовые. Это очень хорошо заметно, если считать цифры. Второй важный такой момент работы с групповым сознанием – это работа с корпоративной идеологией. То есть, с системой базовых ценностей, установок, идей, которые формируют вот это групповое сознание, групповое бессознательное. Часто об этом говорят, как о работе с корпоративной культурой, то есть, это тоже близко стоящие вещи – корпоративная идеология, корпоративная культура. О чем здесь важно помнить и что важно понимать, на мой взгляд? Что корпоративная культура или корпоративная идеология, она возникает сама по себе, просто потому, что возникает группа. Это и есть в какой-то мере то, что мы называем групповым сознанием и бессознательным. То есть, идеи, ценности – это есть строительный материал этой структуры. То есть, это возникает само по себе. Поэтому работа с корпоративной культурой – это не значит что-то придумать, вот решить, что мы говорим, у нас такие-то ценности в компании. Часто бывает такое, что вообще садится собственник или кто-то, кто за это ответственен, и прописывает это сам, это я часто вижу в бизнесе. В лучшем случае собирается команда топом и как-то говорят – давайте подумаем, что для нас там важно, сделали опросы сотрудников, как-то это собрали и зафиксировали. Но корпоративная культура, еще раз, это не то, что можно сесть и решить, а как мы хотим. Это то, что есть. И работа с корпоративной идеологией – это про то, чтобы осознать и четко сформулировать те идеи, ценности, которые уже управляют группой, уже управляют компанией. И за счет этого вот этот процесс становится более прозрачный для компании, и очень многие вещи становятся очевидными – почему вот это получается, а это не получается, почему одни решения саботируются, а другие принимаются на ура. И, соответственно, понимание глубинных ценностей, глубинных идей, вокруг которых организуется компания, дает руководителю, собственнику очень четкие такие подсказки внутри, куда дальше развивать компанию. Больше того, когда идет работа для того, чтобы осознать эти ценности и идеи, и каким-то образом их донести всем сотрудникам, это дает очень хороший рост энергии в компании, которая, естественно, дальше отображается и в финансовых показателях. Потому что идеи, образы, ценности – это то, что руководит сознанием хоть групповым, хоть индивидуальным в таком режиме автопилота. То есть вы можете двадцать раз повторить своим, например, сотрудникам, что нельзя воровать, но если внутри нет этой ценности, например, честность, это не будет работать. А если эта ценность внутри есть, то не нужно говорить, не нужно это повторять, не нужно, не знаю, камеры везде ставить, контролировать и так далее. То есть это такой очень, понятно, общий пример, но вот так это работает. И как раз, если мы говорим о возможностях психолога в бизнесе, то это вот работа по прояснению этих идей, нанесению до сознания как руководства, так и каждого сотрудника в компании. И дальше, собственно говоря, эти идеи, ценности, они становятся тем, что помогает руководителю снизить ручное управление, потому что, по сути, они изнутри как раз помогают каждому сотруднику принимать правильные решения, следовать курсу компании и понимать смысл. Вот идеи, ценности, они дают смысл, а смысл всегда дает энергию. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин